Театр Карима Тинчурина отправился на гастроли в Москву. Для столичных зрителей коллектив приготовил две постановки – музыкальную комедию «Женихи» и мелодраму «Сон». А в Казани внимание публики приковано к наследию Данте. Уместилась ли его божественная комедия в сценическую постановку, увидела Маргарита Паснова. Не в этот раз, Радик, авторы назвали свой спектакль «Адский божественная комедия». Его сюжет зрителей удивил. В творческой лаборатории «Угол» представили «Адский божественную комедию». Такое название получил спектакль по мотивам произведений Данте Алигьери. Это соединение современной хореографии, медиаинсталляции, шумовых эффектов и оперного вокала. В центре внимания любовный треугольник Беатричи, поэт и его законная супруга. У нас были очень плотные, серьезные репетиции, многочасовые и замечательные хореографы. Свой юбилей отмечает средне-специальная музыкальная школа-десятилетка при Казанской консерватории. За 55 лет она выпустила больше 800 музыкантов. Самый знаменитый из них Михаил Плетнев приехал выступить на праздничном вечере. Прославляющая «Глория» в начале концерта словно иллюстрация казанской десятилетки. Качественно, мощно и легко. Хористы – это младшие классы, а старшие – юниороркестре. За открытие школы в середине прошлого века ратовал ректор Казанской консерватории Назиб Жиганов. Чтобы найти одаренных детей, преподаватели не жалели сил, отправлялись и в районы республики. В стенах казанской десятилетки выросли сотни талантливых музыкантов. В их числе Михаил Плетнев. Обычно строгий, словно отрешенный от мира. В этот вечер маэстро в расслабленном приподнятом настроении. Как будто атмосфера дня и концерт Гайдена вернули его в 60-е. Очень нравится энтузиазм, гордость. Здесь работают превосходные музыканты. Которые могут очень много чего дать многим поколениям. Кстати, однажды услышав игру Плетнева, захотел стать музыкантом и Денис Маршанский, ныне директор десятилетки. Вскоре ее площади станут больше, сейчас идет ремонт. Но остается проблема, общая для всех специализированных школ. Это новый образовательный стандарт обучения детей только с пятого класса. Ребенок должен приобретать профессию и находиться в этой среде профессиональной, которая является питательной средой для юного таланта именно с 5-6 лет. Те результаты, которые показывают школы, они доказывают о том, что эта система работает великолепно. А в Театре Качалова новая выставка от Ильи Славутского. Свои работы он называет «Игрой в театр и фэшн». Фотопроект сделан совместно с дизайнером Рустамом Исхаковым и получил название «Театр в моде». Экспозиция посвящена актрисам Качаловского. Женщина-актриса – это как бы квинтэссенция женщины. То есть это женщина как бы в квадрате, в кубе. То есть все лучшее, что есть в женщине, в актрисе должно быть сконцентрировано. Это ее наивность, ее доброта, ее ум, талант, красота, безусловно. Завтра днем в БКЗ Сайдашева концерт, посвященный Дню матери. А в пятницу в оперном Фарух Рузематов и Илзелиепа. Спасибо. Это была Маргарита Паснова и ее авторская рубрика «Культурный Татарстан». А далее в эфире нашего канала прогноз погоды. Спасибо, что вы с нами.